Вот и отрослый гейтаде. Геогия тонн суматон дигнетей перитен диетен. Ромен эго эксубнитзумай. Эпитаде ломай то сома кай хео гудур кат хауту. Космодэ таскомас эукай кат хаэротус одонтас. Врач говорит следующее. Здоровье тела. Тело возникает из образа жизни. Первое. Я просыпаюсь. Про это про и это значит рано. Рано я просыпаюсь, потом моюсь тело, мою тело и воду от себя. Что значит хео? Хео это нарисовано. Наливаю воду, лью воду от себя, вниз с себя, на себя. Привожу в порядок кома. Привожу в порядок свои волосы хорошо и чищу зубы. Метаде таута индиумай тон хитона кайта педила. Еще одно. Эйтаде эухомай то с тхеоис кай парэлумай эйсто эргу. Метаде таута после этого метад с акузативом индиумай... Тон хитона, может быть, надеваю, да? А вот снизу нарисовано. Да-да-да. Тон хитона, то есть хитон, он же так переводится. Хитон, ну так можно, да, плащ. Кайта педила и сандалии, получается. Да. Эйта, затем эухомай. То есть хитон, эо, это что-то хорошо, значит. Ну вообще этот глагол значит молиться, просить что-то. Значит, молюсь богам, наверное. Да. Кайта рэлумай, рэлумай, ну я не знаю, эйст, эргон, принимай за делу. Да, иду за работу, да. Эйта, видите, хорошее слово, эйта. Потом, у него есть синоним, помните, эпаэта? Да, здесь сверху. Здесь уже было, да, где-то эпаэта, не помню. Да, 32-я строчка. Да, да, да. Палин эйст то эргон. Прос эгэспэрон, данэрхаумай эйст дейтно. Кай эйта, куэймомай. Мэсэмбри – это полдень. Тэсэмбри – это с наступлением полдня. Полдень. А, возвращаюсь домой. Значит, в полдень возвращаюсь домой. Это можно с русского перевести, а эстиво. Что значит эстиво по-русски? Ну, ем. Ем, да. Обед, наверное. А вот я всегда путаю это. По идее, это завтрак. Да, завтрак. Аристон, да. И ем завтрак. Одинаково. Пожалуй, Иисус. Ну, пожалуй, и еще что делаю? Катхэлда. Ну, и сплю? Да, пожалуй, еще и сплю, да. А, дневной сон, да. После сна я возвращаюсь к работе. Да, снова к работе. Снова. Да, обратно к работе. Под вечер. Просто, господин, это под вечер. К вечеру. Вот я думаю, что что-то такое должно быть. Так. Он опять возвращается, да? Ну, да. Он, да, возвращается. Да, возвращается. Эйс, Дейпнон, это все трудно. А, нет. Дейпнон, это не трудно. Дейпнон, это ужин уже, Дейпнон. Дейпнон, это большая тратность уже. То есть, вечером он приходит к ужину, и затем... Затем, затем, потом, да. Куймао, это укладываться спать. Укладываться, ложиться спать. Логично. А почему тут нет катхэл? Катхэлд, это спать. А куймао, это вот укладываться. Иди спать. Для разнообразия. А, просто все надо-нибудь для разнообразия. Сняла. Михаил. Да. Там еще Викшенер говорит, что Ariston, как завтрак, это раннее использование. То есть, у Гомера, например. А позднее это стало обозначать обед. Здесь как будто бы по смыслу. Дальше читает Аня. Здесь. Здесь. В ходе леги, кай. Тутон то мутон. Онос аукеи, тез... Куей. А куей, да. Тез фонес, тетигос, кай ауте, ауте. и он говорит это какой-то басня сказка а тут он это вообще что вот эту вот он рассказывает какую-то как ну хорошо пусть будет историю или басню фоне ну что такое фонетика произношение звук а осел точно осел произносит звук не слушай такую осел слушает звук теттикс теттикс это цикада либо либо это застежка по-моему я помню и дип выковал себя глаза цикадой то есть мысли что заколка в виде цикады надо проверить вообще-то это это цикада то есть штука цикады это это не кузнечик ведь на что проводи кузнечик осел слушает звук цикад и 1 1 цикады и это тай это спрашивать смотрите на два глагола улюбить рау любить а и рота у это спрашивать и спрашивает кого-то он этига спрашивать цикаду ты это у нас было только что есть какой-то ну как бы есть а ты ешь что я ничего не понимаю вопрос что ты ешь что ты ешь чтобы иметь какой-то такой звук глюкейн глюкейн глюкюз это сладкий глюкометр знаете что глюкометр мерить глюкоза чтобы иметь такой вот сладкозвучный голос давайте мы сейчас поищем синонимы вот легой назовите какой-нибудь синоним глагол легой ну вот у нас было уже фе какой-то фе фе гай фе гай что такое фэ ми есть глагол легой есть фэ ми так а мюдхон вот смотрите мюдхон что такое мюдхос это вот какие-то слова да мюдхос есть простое слово логос а еще какой кто знает эпос еще есть логос лексис да точно от лего лексис это получается процесс говорения как раз на лексис как сказать я слушаю александра александр говорит а я услышал ну хорошо а у аку акустика а аку а давайте предлог александр с предлогом так хорошо тон александр александром 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 да уходите какой тут падеж покой т.с. фон эстетикус эти гусс аку с генитивом аку ту александру а ту александру да точно ходе т.к. посмотрим что там ходе т.к. то то она анти легий м т.к. а стекай так что там цикада там у цикада у цикада нет и него цикада это просто цикада это артикль цикада что делает цикада анти легий не говори не отвечает нет говорит ответ а говорит мне в ответ нечем мне то она то она это кого он тут у нас но то силу а ага вон а говорит в ответ а с ву трафе это питание и да и и да пища ма 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 и ма и ма и питание это а аэростат воздух воздух да и ма ма мое питание это воздух и да так и рога ой и рота мое питание это воздух и рота да мне тут немножко не нравится артикли стоят лично по моему мое питание мое питание этот воздух и это я бы не так написал аэр каэдросос и метро фейсти я бы так написал вот они вот юра как вы думаете тут не лишние артикли это тоже но я не про это да и про то что имена часть казынова без артикля должна быть это же басни из ока может они прям буквально взяли ее как она сохранилась басни из ока да да естественно известная басня кузнечика и осел она же должна быть стихах они на них все-таки приписали из ока потом найдем только не сейчас из ока осел и кузнечик до еще на на стихах развязывал в стихах из окафи федорка моему стихах переписала из опыта вроде прозы а да наверно да наверно да наверно да и ведь это же не изоб да это его тоже какой-то автор который за ним потом это переписал скорее всего это самый зуб он очень древний на самом деле он древнее чем фиагнит какой-нибудь ну ладно ладно потом поищу пожалуйста а дальше это был семён спасибо семён так его давайте вытянут осел услышал значит его его слова или эти слова и решил значит риски на ну к решил как бы не выдумать конечно этот образ жизни ну принять понятное дело но есть такое значение да и не помню вот это выражение не помню из брести я думаю кажется что раскусить скорее да спаснули в риску они берут эти выражения откуда-то слова риски там какая-то рука с пальцем щелкает наверное 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 это выражение давайте сейчас повещаем но мидзи в оно как-то не гуглиться но мидзи английский а есть но мидзи андия тут и дулу и близким нет он решил найти нет ты просто вот где нету давайте а что там дальше значит где он вот этот образ жизни то есть диету да может попробовать ее просто испытать не знаю ну я тоже не могу загуглить нету в общем ну ладно и и почему он решил как-то да принять этот образ жизни и иметь такой же голос как у цикады еще да сейчас ну давай с вами до конца да у а но и 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 раздражил сел не подать его свой не живот это рот пасть свою открою до пасть по источнику да все как бы к воздуху и имел имел едой в качестве еды только росу и от голода голодной смертью умер ну тут у нас написано умирать я тоже нет вообще я слышал что в этом учебнике есть опечатки но я не верю вот ну давайте нет намеков на то что такое вот это что значит мгновенно перешел скупается переработка басни из опыта тоже на самом сайте ничего больше не комментирует надо будет саму саму басну у нас пока сложно будет вычислить она перфекты всякий будет так давайте дальше а вот как у кого я сегодня еще не спросил второй паре меня ты евгений да да а еще кого и меня я вот только сегодня в первый раз с вами да да тогда сейчас и евгений пожалуйста вот первую photos да так что там эре Та мегиста мэра Дальше или всё? Не-не, хватит, хватит Мегиста это большинство, большая часть Та мэра это большие части тела Да, ту соматос А почему не ту сомату? А потому что это третье склонение Пока просто примите как факт Хорошо Значит Большие части тела Это голова Да Да И Значит Что это такое может быть? Трахелос шея Да И Торакс Грудь Да Грудная клетка Торакс Торакс Это ещё панцирь Когда спер Ещё и грудь просто То есть грудная клетка И Грудники Хер Вот на картинке вроде нету, да? Хер Это слово хирургия, знаете Хирургия, то есть это руколечие Лечение руками Это руки. Точно, да, было уже у нас это слово. Значит, руки и ноги. Ну, это не совсем... Я думаю, что это именно вот эти, как они называются, голени, что ли, то скейлы. Мне так кажется, да. Так, дальше. Дарья, пожалуйста. Эпимен тес корюфес тес кефалес тес кефалес тей нонтей рай комой. Да. Так, но я здесь знаю только голову кефалес. Да. Смотрите, эпитес корюфес. Корюфес, помните, это такое слово, оно есть, например, у Алкмана в стихотворении знаменитом, который потом это переводил, там, Гёте, Лермонтов. Верхушки, спят верхушки деревьев там, да. На верхушке чего? Головы. То есть не где-то на голове, а вот именно на верхушке голове головы на тей нонтей гайкома. Гайкома – это как раз подлежащее здесь с артиклем. Так. Кома – это волосы. Видимо, находятся волосы. Ну, да, видите, просто тей нонтей значит истин. Ну, тей нонтей буквально натягиваются, а тей нонтей натягиваются. То есть просто висят волосы на пушке, главное. Правильно рисуются, ну, ладно. Ну, просто есть, да. Свисают. Като. А, вы дальше читали, да? Нет, а, читаю. А, Като, де, то метопонисты лба есть. Нет, я думал, что полосы на просто лоб есть. Простые фразы просто лоб. Ага, ну, хорошо. Ниже есть лоб. Ну, в общем, есть вот этот лоб. Нго, в котором? На котором, ну, тоже находится оффруэс. Это это броди. Броди. На котором находится броди. Так, Эдуард. Так, гипо детайс оффрусин эйси гое офтальмой броди. Гус перехей та блефара томен анотхен анотхен то де катотхен катотхен, 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 да. Так, гипо детайс вот оффрусин это брови, да, я как понимаю, или что это, вот, я пытался найти. Да, только что у нас был гофрюс, это брови, гофрюс, а здесь юпо летаясь гофрюсин. Юпо юпо у нас кто-то там надо, да, наверное, лишь юпо, юпо, сейчас секунду. Это под. А, под сейчас под бродями, като это внизу. А, то есть это под внизу, это примерно одно и то же, получается. Ну, как-то похожее еще, Синонимичное выражение, точнее, под бровями. Под бровями есть глаза, да, да, Перефейт блефара, блефара, это что-то не блефейт. Ответ бета, да, да. пари ехо, пари ехо, пари ехо, окружать, окружать. Пари ехо. Просто я, а нет, все, я неправильно, просто пере ехо, окружать. Да, да, да. Который я в кузативе, гус, это глаза, в кузативе. То есть, которые окружают кто? Кто их окружает? Блефар. Веки. 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 А дальше уточнение про веки. Томэн, Анутхэн, одно из них Анутхэн, а другое Катутхэн. Одно из них внизу, получается, да. А, вверху, Анутхэн это сверху, а Катутхэн, как вот Кату, да, это значит снизу. Да. Можно чуть-чуть ниже? А вы хотите что прочитать, да? А, не знаю. Просто я думал, что... Ну, давайте, дать все-таки по одному читать. Так, Егор, дальше. Продолжение. В глазе, в глаз... А, в кроге глаза или в цикле глаза. Внутри глаза. Просто внутри глаза. Зрачок. Давайте так, тут хитро построены фразы, хвой куклос. Сначала куклос это подлежащее. Куклос, то есть, какой-то кружочек, да, круг. Круг. А дальше, а дальше, почему-то у них неутрибутивные позиции, отдельно, эндот, это в тайму. Какой круг? Кругов, наверное, много разных есть, в том числе в теле. Да. А тот, который внутри глаза. Круг, который внутри глаза находится, эндон, ту, а в тайму, калейтый ирис, вот так вот. Называемый... А, да. Называется. А, зрачок называется. И глазами мы смотрим. Нет, не зрачок называется. Круг, который внутри глаза называется ирис. Ирис, это буквально радуга. Радуга. А мы называем это, по-моему, радужная оболочка, что ли? Да, внутри глаза круг радуга называется. Ну, не знаю, как это называется. И с помощью глаз мы смотрим. Да, да, дативус инструмент. С помощью глаз мы смотрим, да. Так, дальше. если не ошибаюсь, Татьяна. До точки. мгм. А, Месо ту просопу без эстим. давай переведем в середине у меня уже все эти перепутались а в середине лица в середине лица нос нос женского рода это относительное местоимение женского рода то есть это про нос с помощью которого мы наверное дышим нет нет нюхаем а нюхаем обоняем правильно обоняем а дальше смотрите ибо есть обоняем обоняем ведь существует обоняем обратите внимание эсти находится в начале предложения и поэтому он уже не эсти а эсти он пишется вот так в начале предложения эсти госпросис это может быть орган обоняния да ну да это может быть орган обоняния тогда я бы это отнесил к носу что носом мы обоняем это есть орган обоняния эта фраза была просто по-другому мне кажется построена было бы сказано что хауты, например, как-нибудь так. Офросис без артикля. А тут сказано, что офросис есть. А, да, артикль, кстати, согласен. С другой стороны, это может быть и хляб какой-то очередной с артиклями. Ну, наверное, вот если нам еще один такой случай встретиться, когда артикль стоит неочевидно, да? Например, на кулюту, что у них какие-то проблемы с этим. А если этот колл назначает двоеточие, то тоже это не поможет, да? Артикль должна быть, да? Ну, все равно новое подлежащее. Там был рис, а здесь офросис. Ну, хорошо, если это синоним носа, тогда это синоним носа просто, да. Офросис. Тогда тут сказано, что нос существует. Ну, как бы тоже, можно, ну, можно так понять, да? Ну, да. Существует орган, это есть орган обоняния. Нет, вот не это есть орган обоняния, а просто орган обоняния существует. А, ну да, вот нету отождествления, а равно б, он же существует. Михаил, а эсти в начале, это значит существует, правильно? Ну, типа, вот, эсти в начале. Можете еще раз рассказать? Нет, я в данном случае сказал более простой тезис, да, что если глагол быть находится в начале предложения, у него меняется диакритика. Это всегда так происходит. При этом он не всегда, насколько я знаю, но часто при этом приобретает модальность. То есть, может быть, может существовать. Насчет глагола, насчет, нет, смотрите, немножко не так. Ну да, да, он может при этом быть экзистенциальным глаголом, да. Смотрите, да, вот если он в начале стоит, предложение, то он может означать либо модальность какую-то, либо экзистенциал существования. То есть, орган обоняния или нос там, что хотите, существует. Есть еще один нюанс, кстати, вот, а если, а если он в смысле существования находится не в начале предложения, а в конце предложения, то он пишется уже как нормально, не СТ, а СТ, но он не является им критиком тогда. Вообще, это довольно сложная тема, такая скользкая. Мы сейчас сразу ее все не поймем. Надо на примерах показывать. Здесь, наверное, ну да, вы правы, знание с глаголом существования, он есть. Мы так и перевели, что он существовало. Но просто понимаете, я же говорил не про это, я говорил про то, что если в начале предложения стоит, то он точно меняет диакритику. Еще бывает такая конструкция частотная, когда он стоит в начале предложения, вот выглядит как здесь, и сочетается с этим, с генетилусом характеристикусом. То есть, эсти Александру, ту Александру, мало эстиен, тон хитон, то есть, Александру свойственно многое есть. Не то, что Александр что-то существует или может есть, что ему свойственно, тогда эсти тоже ставят в начале предложения. Вот так вот, в таком виде. Понятно. Там довольно такая тема, в общем, непростая на самом деле. Так, давайте дальше пойдем. Ну, вы правильно сказали, да. Так, Егор, последнее предложение, настроимся. Не начинайте со слова переводить, тут есть подлежащие с артиклами, называющиеся частями головы, из которых, из обоих. Тоже, тоже странно построена фраза, то есть, какие-то гай, гай, может быть, это мэра, мэра, через которое мы слышим. Уши, это да? Гота, Гота. Смотрите как, вот гай, конечно, странно. Наверное, тут пропущено слово мэра во множественном числе. А не, мэра же среднего рода. Ну, странно, что-то, все-таки немножечко. Значит, какие-то гай. Это уши, может быть? Нет, а уши, они среднего рода тоже. Вот он? Ус. В Дисмичле Ус. А во множественном Ото, Та, Ото. Значит, гай. Какие-то гай давайте пока опустим оттуда. Может быть, мы откажемся от учебника всегда дальше пойдет. Я, знаете, я хотел бы читать сейчас. А это ведь не, наверное, это относительное местоимение? Нет. Там все равно не должно быть иоты, да? Если это средний род. Ну, это не оно. Здесь его не может быть. И главное, да дело-то не в этом. Дело к чему? К какому слову женского рода оно относится? Какие-то гай. Слушайте, а может быть, может иногда уши бывать женского рода просто это в качестве исключения? Вроде нет. Значит, какие-то гай из каждой части головы называются ушами. Называются ушами колумб оттойота? Что за гай? Ушами называющиеся эти из обоих частей головы, которыми мы слышим. Не называющиеся, а просто называются. Называются уши. называются. Что же это может быть? Что есть с двух сторон головы? Отверстия? Этого слова еще не было в тексте, как они так ввели ловко. Ладно, какие-то штуковины женского рода. Это загадка учебника. С обеих сторон головы называются ушами. Диагон акомен. Диаз генетилом. Что это такое? Гон это относится к ото. это генетилус относительное местоимение. Посредство, через которое. Через которое мы что делаем? Слышим. Уши называются те с обеих частей головы, через которые мы слышим. да. Знаете, может быть, они имеют в виду хэ томэ, вроде бы оно в тексты не попадалось. Томэ. Томэ это от глагола темно резать. Вот месяц отсюда, да? Томэ это какие-то дырки, дырки, какие-то отверстия. Может, слово просто пропущено? Может быть, да. Томэ. Точнее, не томэ, а томэ. Хэ томэй, дырки, какие-то, отверстия из каждой, с двух сторон, да, головы. Называется, вот, да, уши, через которые мы слышим. Ну, надо же. О, боже мой. Уже страшно. Мои похондрии. Так, ну, что, то дальше у нас что? Какая вы применена была? У меня после Татьяны должна была быть. Анна Моторина. Отлично. Мы один раз вас пропустили только, да? Не, вот сейчас. Я должна была по статьям читать, я не читала. Читайте сейчас. Хорошо. Кай гупотез гринос то стома эстин. И еще одно, или еще? Ну, давайте еще одно. Тодэ стомагэ протэ томэ эстин. Все, или дальше? Давайте пока с вами начнем. Хорошо. Так, и ниже носа есть рот. Угу. Тодэ стомагэ протэ томэ эстин. Так, я, если честно, ну, хорошо, во рту, я так понимаю, есть, как бы, вот тома, как раз эти отрезки, дырки какие-то. Ну, стома, то есть уста, то есть рот, это первое отверстие. Почему-то первое отверстие. А протэ это первый, да? Какой же второй? Видимо, второй, третий, это, нет, вы зря смеетесь, я ничего такого не имел в виду. Это, видимо, как раз вот эти гай, да, то есть это уши. Это просто какое-то очень странное, ну, непонятное выражение. Может быть, первое, в смысле, главное? Главное, считаете? Ну, хорошо, главное, да, ну, ладно, первое. Без глаза, без уха можно, без рта вообще никак не обойтись. А, точно, да, без ушей можно действительно обойтись, без глаз даже. Ну, давайте дальше. Так, я запутался, значит, кто сейчас читает? Ну, Эдуард, кажется, читал, или Егор, я забыла передо мной, значит, тот, кто после Егора должен быть, или после, мне кажется, Егора. После Егора Татьяна. Татьяна, вы читали уже? Да. Тогда Семен, меня читал Эдуард, я так поняла. Семен, Семен, читайте до точки, Семен. Ага. Эксомэн эстита хэлле эндон де э глотта, кай ой ходонтэс метаде ту стома эф файл эстин. Так, сейчас, вне, хэйлы, хэйли, что это? Это губы. А вне, а вне Его, вне Его есть губы. Да, а внутри, а внутри эндон. Да, а внутри зубы, нет, сейчас я переведу. Нет, язык глотта. Глотта, глотта, это язык, да? Угу. А внутри язык и одонтэс, ну одонтэс, значит, это вот язык и зубы. язык и зубы, методы, с помощью рта или фарукс, сейчас переведу, глотка. За ртом, за ртом находится что? А, за ртом находится, за ртом находится глотка. Да, да, хорошо. Юрий, читайте, пожалуйста. Мы про это вспомнило, хе, а, дайте не почитали, да? Я не читаю. Нет, прочитали, по-моему, про фарингст, Энгарто. Да, вот дальше. Энгарто стомати хе айтхасис ту герматос истин. В, как бы, во рту чувство вкуса. Чувство вкуса. в ртом мы ощущаем вкус. Да. От какого глагола айтхасис? Не знаю, а то айтхану какого-нибудь. Айтхану мы, да, вы знаете, конечно, айтхану мы. Да, айтхану мы, да. Я всем напоминаю, смотрите, у нас есть глаголы, да, от них образуются существительные. Если они заканчиваются на айтхасис, да, то это процесс. А если они среднего рода заканчиваются на эмма, то это результат. То есть айтхасис, это процесс восприятия, чувства, да, вкуса. Айтхасис. Айтхэма, есть такое слово айтхэма, это результат. Да, допустим, есть слово ктесис, да, ктесис, это процесс приобретения чего-то, глагола ктаума. А есть ктема, знаменитое слово ктема, это уже когда вы что-то приобрели, это уже собственно, да, ктесис и ктема. Кстати, вот есть слово катарсис, а есть, надо сказать, есть слово катхарма. Катха. Катхарма. Ладно, я придумаю другой пример, как не получилось с этим катхармом. А вот есть слово мимома, смотрите, мимома. Интересно. Да, есть слово мимома. Ну, смотрите, да, у нас есть знаменитое слово мимисис. Мимисис – это подражание, вы все знаете уже, да, а есть слово мимома. Это сходство. То есть, мимисис – это процесс, от глагола мимаумы – процесс. А мимома – это результат подражания. Это какое-то изображение, которое уже похоже на что-то, на оригинал. То есть, мимома – это буквально симуляк, когда готовый уже. Так, может, вы еще почитаете одно тогда положение. Юрий, вы здесь? Да, да, давайте. из два слова с разным ударением. Омос – это омос. Это самый сырой. Обычно про мясо говорят сырой. А омос, омос, первого ударения, это плечо. Да, да, да. Тут большое находится в плечах, которые, как бы есть головы, надо по отношению к рукам. Да, брахи он, к предплечиям, на голову, по отношению к предплечиям. Да, да. И опять хай кефалай с артиклем. Ну, ладно. Так, дальше давайте кефалай тут, простите. Дальше Евгений. Гэде гония ту брахи у нас пэхюс калэйтай. Одно или два читать? Пока переведите, потом еще почитаю. Так, надо переводить гония. Гония это угол. Да, ну, типа, как ортогональный, да, это самое. Да, да. Кеометрии Какое место в руке? Из предплечья, изгиб, ну, видимо, локтевой изгиб, да? Да, ну да, локоть даже есть. Так, калэйтай это образовывать, что ли? Калэу называть, калэу называть, а калэйтай это называется ся, через ся. Называется пэтьюс. Это, кстати, номинативус дуплекс. И тут все правильно сделано, пэтьюс без артикля. Но дело в том, что вот если верить черному, по крайней мере, по-моему, Ягзина не так написана, глагол быть тоже образует на самом деле номинативус дуплекс. И тоже, когда у нас глагол быть, мы не должны при именной части сказуемой ставить артикли. Здесь же не стоит предпэхиш. Надо проверить. Так, Дарья, пожалуйста, на Дарья. А, не-не, извините, Евгений, читайте такого еще, вам мало было. Экастас, это окончание, что ли, да? Экастус только, рэкастус, это каждый. Каждый из... Понял. Значит, дальше генитив, каждый из предплечий имеет, ну, как бы здесь, это ладони, получается, Кейра, да? Наверное, кисти, наверное, да. Кисти. И каждый из ладоней пять пальцев. Да. Так, пожалуйста, Дарья, следующий. Тон де Дактюлон, Ромен, а, так, нет, а, нет, все, все, Тон де Дактюлон, Ромен, Мегас, Родэ, Лиханос, Родэс, Тон, Тетарон, Родэ, Мэсос, Родэ, Парамэсос, Родэ, Микрос. Так. Так. Начать с этого, с подлежащего. Что значит Гомэн? То есть... Гомэн Годэ, один, второй. Первый, второй. Да, да, точно. Значит, Ромэгас. Это большой палец. Ага. Так. Ромэгас. Из числа кого? Из числа пальцев, да, это партитиво, с Тон де Дактюлон. Первый, большой, да? Ага, так. Первый из них большой. Ну, соответственно, другой, лихонос, это, сейчас. Это указательный, но это очень-очень смешно. В словаре написано, что это, ну, оригинальное значение, это облизываемый. То есть, ну, в общем, у них указательный, который первым облизывает. Да, цело. Значит, другой указательный. Да. Ро, протос, тон, татарум. Да. Так. Это первый. Кстати, я не знаю, что значит первый палец. Это получается мизинец, что ли? Знаете, не первый из четырех, а дальше перечисляются остальные три из этой четверки пальцев. А, это уточнение к лихоносу, да? То есть, он, получается, первый, что ли? Мы с него начинаем считать? А, все, я понял, да, да, четверка есть, да? То есть, есть большой палец, есть четыре оставшихся. Из четырех оставшихся первый называется указательным. Указательным. Да, я понял, спасибо. Месос, ходе месос. Так, месос. Месос, середина, то есть, средний, да? Ага, так, значит, средний, парамисос. Это тот, который рядом со средним, то есть, это как бы такой безымянный, у которого своего имени нет. Безымянный, Безымянный и, ну, микрос, как бы, маленький. Маленький, да. Да, да, да. Сложно. Угу. Да, а, да, кто дать читает, спасибо. Я на его, Эдуард, да. Энгарте, Хэри, Гэ, Аист, Аист Хэзис, Тес, Афэс Эстин. Угу. Так, ведь в, Хэри, в руках, в руках, да, Хэри, в руке, в одной. Да, в руке, вот, Аист Хэзис, я забыл, вот вы говорили про процесс, да? Процесс, процесс, чувствование. Чувство. Чувство чего? Ощущение чего? Афэс, сейчас. Безгаз, это от глагола хаптут, прикасаться, трогать, хватать. Га-фэ, чувство осязания. Ха-фэ, это осязания. Да, чувство осязания. Есть чувство осязания. Еще одно привозить до точки. Угу. А можно чуть-чуть пониже, пожалуйста? Да. А с осязанием тоже прикольно, там, там второе значение, это зажигание, ну типа светильников. То же самое слово Аптен. Томэн Нотон, то опистхэн, а по ту Трахэлу, эсси. То де стэдхус, то эмпростхэн. Эмпростхэн. Так. Угу. Так. У нас то Пистхэн, тут Трахэл. Здесь нотон, да, у нас, я как понимаю, вот это важное слово, это надо знать слово. Все остальные там тарахеи, это все ерунда, пейсисы. Нотон из спина. Нотоса мне, это на среднего рода, на среднем, мне просто напишет Нотон, равно Нотос. А, оно бывает, получается, двух родов, да, и спина, очень, и его Нотос, и его, это Нотон, и на, то опистхэн, 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 это что-то, опистхэн, сейчас, секунду, помните из Евангелия знаменитого выражения странное такое, иди за мной. Следует, да, опистхэн, это? Йопаз, по-моему, там, Йопаге Описуму. Это сзади, как бы, да, сзади от чего? А по тут трахелу. От шеи, сзади шеи, что ли? Ну да, как-то странно, определение спины, честно говоря, ну да, получается так, сзади, да. Ну вот, тут получается, с одной стороны спина, сзади шеи есть, с другой, стетхоз, это получается, туловище, что ли? Нет? Что тут, нет нигде? Сейчас посмотрим, стетхоз, стетхоз, это грудная клетка тоже. ну вот, типа торакс, да, получается. Кстати, торакс, наверное, не совсем грудная клетка, может быть, это, кстати, дать уточню, может быть, это ребра. Ну, там, вроде он показывал на картинке на грудь, вроде бы, сейчас. Нет, все-таки туловище, да, туловище. стетхоз, стетхоз, Нет, стетхоз, это грудная клетка, тхоракс, это либо грудь, либо туловище, да, а здесь именно, именно грудь, а грудь спереди находится, то импас. Да, грудь находится спереди. Они, кстати, слова не дают, да, вот как мы узнаем, что это импас, то есть надо своем поместь, да? Они специально, чтобы что-то было, чтобы что-то искали. Ага, да. Так, пожалуйста, Егор. Простите, пожалуйста, у меня ощущение, простите, пожалуйста, что-то я закупил, в списке, разве Эдуард читал не после нас с Анной? Должен был, или мы не в той части списка, я что-то уже... Да уже не важно. А Егор в начале списка. Ну, просто получается, что нас пропустили тогда обеих. Вас, кого еще пропустили? Меня и Анну. Я вот спрашивал, Татьяна, вас тоже пропустили, а вы сказали, нет, нет, ну, вы не сказали, но я... Нет, Татьяна читала, просто тут какая-то, то, что список немножко поменял. Все, неважно, давайте. Я после Евгения, по-моему, читал, и после вроде Дарьи, вроде бы, и прошлый раз тоже. Ладно, давайте. Снова по кругу. Егор, знаете, я Татьяне дам два приложения, самых сложных, она не сможет. Грудь одна, а то, что вы сказали, два. не будем на этом заострять внимание, Сы есть на груди. Ну, ладно, давайте дальше. А где я ошибся? Это единственное число, да? Все правильно, нет, все правильно было. Тут, это единственное число, Энгл, это внутри. Интересное окончание у груди с теткой. Внутри это склонение. Внутри груди, сердце и легкие. И легкие, да. Так, сейчас Татьяна читает одно предложение, пока. Почему, когда другие говорят, что их пропустили, вы извиняетесь? Когда говорю я, что, мне кажется, меня пропустили, вы вредничаете. Специально. Я так и поняла. Тогда скелос эхей мерон тэкай гоню в кай пода. На скелете, я так понимаю, на скелете. А, нет. Ой, я не пела другой нога. А, скелет, наверное, нет. Ноги, ноги состоят, что-то у меня уже из бедер. Ну, имеет. Да, то скелос имеет. нога имеет что? Бедро. Бедро, да. Бедро, колено. Колено. И стопы, догадываюсь. Да? Да, их самое, да. Давайте еще одно подожаем, да. То дэй гоню эсти, то антрон, тумеру, тумеру. Колени есть. Знаешь, что такое артрон? Это еще может означать член, в том смысле, что член, как артикль, раньше артикль членами назвали, в смысле, сочленение, да, артикль, как сочленение. А в данном случае это именно буквально член тела, то есть, ну, сустав, о, вспомнил слово, сустав, сустав или как-то вот там, где нет, две части тела. Получается, лодыжка, здесь не лодыжка, а голень и бедро, да? Есть. То есть, сочленение с бедром, бедру? Вот не знаю, кстати, колено, это есть сочленение, или это просто часть, кстати, может быть, это член, буквально, в смысле, тело, да? Колено, это есть часть тела, чего? Часть бедра? Я не знаю. Водительный, да? Это генитив. Давайте так, мы понимаем, с вами подержи, да? Вы понимаете, что это генитив. Анатомия, это не наш предмет. Давайте, мы грамматически поняли, да? У нас нет на это просто времени, да? Да и желания копаться. Так, спасибо, Татьяна, большое. Вы прочитали лучше всех сейчас, кстати. Нет, я серьезно говорю, вот так, Аня, Аня, точнее. Спасибо. Так, это пятка, это находится где? Есть что? Пятка находится сзади, ну, как бы, есть, пятка есть, сзади подос, я не знаю, что это, или забыла. От ноги? А, Да. Уж подух. От ноги, да. И еще одна. Да, и давайте, так, давайте, Семен. Подос, это именно нога, не стопа? Нет, опасно, конечно. Уйдет у подоса, подос, уйдет у подоса, так, тевой, омой, то есть, с, хейлос, он намадонтай. Первост, значит, хейлос, это же, сейчас вот омойся, такому подлижайши, нет? умаюс, умаюс, это вообще на речи, значит, гой, к чему относятся? ой относится к стопе, к чему, нет, я имею в виду какое слово. пальцы, пальцы, пальцы на стопе, пальцы стопы, они именуются, да, именуются, отличное слово, они именуются, сейчас, забыл, как на ладони, да, они именуются так же, как на руке. Подобным образом, глумоюсь на речи, подобным образом, подобно чему? Подобно пальцам, подобно пальцам, слово пальцам, здесь не написано второй раз, то есть, тактюлойс, тактюлойс, то есть, тактюлойс, тес хейлос. Подобно пальцам на руке. Руки, да. Так, все, мы заканчиваем, извините, если я кого-то забывал, особенно Татьяна, накладки какие-то произошли, в следующий раз, я надеюсь, будет более веселый текст, такой более земной, нормальный, полезный для нас. Вячеслав, покинул нас, нам нужно записать страницу и строку. Хорошо, я сам запишу, да. Павел, извините, мне вопрос.